я рад приветствовать тебя мой юный друг на моем канале азбука технической графики и сегодня я предлагаю к разбору построения вот такую вот интересную крестовину мы будем разбираться как выполняются те или иные переходы и сопряжения ну и для начала ребята когда вы получаете вот такую вот карточку задания всегда я рекомендую советую обязательно разобраться с ходом построения проверить наличие тех или иных размеров посмотрите вот я в данном случае данную фигуру эту крестовину разобрал проанализировал и у меня возникло два замечания во первых здесь не указан вот здесь центровое отверстие не указан его диаметр ни радиуса абсолютно ничего нету то есть это вопрос в данном случае вы должны спросить у преподавателя какой у него диаметр иначе вы не сможете построить просто это отверстие и вторая неточность которую я здесь заметил смотрите у нас 50 миллиметров показано расстояние между двух вот этих точек и от них влево и вправо идут наклонные линии а слева и справа в конце самой фигуры этой крестовины у нас располагается радиус 25 миллиметров ребят понимаете то есть 25 плюс 25 диаметр получается вот этой части будет 50 миллиметров а если у нас справа здесь середине точки и между ними 50 миллиметров то есть эти линии не могут идти наклонно они значит обязательно будут параллельны то есть в данном случае вы тоже должны спросить у преподавателя где здесь ошибка или неточность то есть я могу в данном случае или просто рисовать по размерам 50 а здесь радиус 25 тогда линии у меня будут идти параллельно друг другу или ну вот мне бы все-таки хотелось все-таки фигура такая красивая получается давайте его изменим наш радиус вместо 25 будем рисовать радиус 20 немножко поменьше его сделаем но уже фигура будет более менее похожа на оригинал то что задано нам в задании ну и теперь переходим непосредственно к заданию сразу же определяем масштаб наших построений я проверил у нас получается 140 и плюс диаметр 25 то есть два радиуса по 25 миллиметров 190 миллиметров я вот сверху до низу я влазью влазью вот и соответственно масштаб изменять я не буду пусть она будет вам хорошо видна на большой экран на весь экран и в свою очередь чтобы вам было более-менее понятно почему вот здесь идут ребра я нарисовал уже трехмерную фигуру в 3d программе посмотрите вот такая вот красивая у нас на сегодня в задании крестовина а я же перехожу непосредственно к построению и все построения мы начинаем с построения обратно же осей вертикальных и горизонтальных осей симметрии делаем такие достаточно большими потому что фигура получается большая так готова ну все построения мы можем начать вести да давайте начнем из середины находим так вот я пометил чтобы мне влезть в экран не оплошаться это будет вот этот центр значит мы от него откладываем сейчас сколько 70 миллиметров и получаем середину нашей фигуры рисуем здесь горизонтальную ось так готова все теперь что здесь интересного еще у нас давайте нарисуем вот эти две точнее даже 4 отверстия ну хотя ребят не буду говорить что это отверстие вот здесь слева и право здесь здесь показано два отверстия диаметром 10 про вне вот эти вертикальные 2 2 окружности посмотрите на 3d модельку я думаю что здесь у нас вставлены такие два пальца диаметром 15 миллиметров и на них уже закреплены вот такие вот два маленьких диска но не в этом суть но здесь не сказано что это отверстие соответственно два отверстия диаметром 10 миллиметров и находятся на расстоянии 90 значит мы должны по 45 миллиметров отложить влево и вправо диаметр 10 это значит радиус 5 миллиметров ну вот видите у нас опять так получается что циркулем не удобно рисовать такие маленькие радиусы так меня еще проблема то что экранчик здесь постоянно изменяет цвет вот если я свои трафареты использую диаметр 10 вот у меня диаметр 10 вроде бы ничего не изменилось ну и хорошо рисуем значит готово теперь ну и давайте нарисуем тогда сразу вот эти две окружности у них у нас диаметр 15 миллиметров и лежат они на расстоянии друг от друга 140 миллиметров так здесь и получается 140 правильно 15 миллиметров трафаретами я люблю пользоваться потому что я сразу же могу не переживать что у меня он собьется как циркуль и рисовать вот такие жирные толстые линии так идем далее что у нас теперь еще здесь имеется мы можем задать вот вид 2 точнее 4 точки на расстоянии 50 миллиметров друг от друга и вот смотрите теперь тоненькими линиями так же как в задании у нас мы ведем от из этих точек вот такие вот четыре линии к нашим двум окружностям диаметром 15 миллиметров касательно слегка заметно потому что часть их придется потом нам удалить вот так все это получается так теперь нам необходимо нарисовать левую и правую часть радиусом как на мы договорились с вами 20 миллиметров но 20 миллиметров это уже такой достаточно большой радиус соответственно я уже могу воспользоваться циркулем и вот теперь я из вот этих точек веду к двум точек на вертикальной оси тоже слегка слегка заметные линии видите и они у меня теперь получается идут немножечко так наклонно и где-то дальше пересекаются тоже точно так же как показано это в задании в данном случае вам необходимо это спросить или уточнить у преподавателя и он вам скажет какую фигуру вам рисовать так что у нас еще здесь интересного имеется ну опять же ну давайте сделаем вот эти верхнюю и нижнюю тоже дуги окружности радиусом 25 миллиметров видите циркуль опять у меня сбился это вот тот случай когда я говорю что трафарет всегда лучше в лес в лес в экран ну и хорошо теперь у нас остается самая сложная задача нам необходимо нарисовать выполнить все имеющиеся сопряжение ну вот смотрите здесь у нас 15 миллиметров радиус соответственно что мы делаем от вот этих линий мы откладываем в сторону расстояние 15 миллиметров и проводим получается параллельную линию такую засечку небольшую делаем так все теперь но это я для одного случая вам показываю теперь мы берем циркуль задаем 15 миллиметров и прикладываем иголку сюда и ведем наше сопряжение все готово три других сопряжения этим же радиусом будут точно так же построены так вот я выполнил эти сопряжения смотрите идем далее пока обводить мы ничего не будем я могу в принципе стереть вот эти линии построения чтобы они нам не мешали в будущем потому что они уж нам точно нигде не пригодятся так и у нас остаются теперь что остается вот эти раз два три четыре сопряжение радиусом десять миллиметров то есть точно так же мы вот откладываем от вот этой наклонной вертикальной линии десять миллиметров наши решены ведем параллельную линию проводим вот такую маленькую засечку теперь а вот из вот этого центра потому что наше сопряжение видите оно идет от линии к линии окружности линии дуги окружности и это дуга у нас двадцать пять миллиметров плюс радиус десять получается тридцать пять миллиметров мы задаем радиус чтобы найти центр сопряжения и из вот этого центра делаем засечку на построенной параллельной линии все готово теперь опять возвращаем циркуль к радиусу десяти миллиметров но опять же мы можем воспользоваться и трафаретом что будет гораздо быстрее вот у меня радиус десять миллиметров я центр центр прикладываю к найденной точке вот так это все будет видите зато получается более красивая более жирненькая вот такая вот у нас линия и вот с тремя другими вот этими сопряжениями я поступаю аналогичным образом и точно так же нахожу центры радиуса десять миллиметров так вот все мои построения выполнены теперь я стираю все линии которые загрязняют наш чертеж и приступаю к обводке проставлению размеров ну размеры я проставлять здесь точно не буду это вы можете уже сделать и без меня самое главное я надеюсь что я вам объяснил как строятся те или иные сопряжения на конкретном примере вот такой вот интересной прекрасной крестовины немножечко вот здесь обведу покажу какие линии у нас остаются какие линии у нас уходят в принципе а вот это две линии должны быть точнее четыре жирным почему опять смотрите на 3d модельку потому что здесь у нас имеются ребра и вот эта часть она выступает или вот эти диски как бы они немножко потоньше чем сама крестовина вот так прекрасно все это будет выглядеть но опять же здесь тоже можно обвести кто может трафаретом я же обводкой заниматься не буду так ребят мы забыли нарисовать еще и в середине отверстие смотрите ну давайте примем для себя теперь какой-то масштаб вот у нас получается где-то 2 сантиметра это 50 то есть получается масштаб один к двадцати один к двум с половиной то есть 50 это 20 миллиметров соответственно размер окружности у нас получается так 13 13 миллиметров это умножить на два с половиной где-то 32 миллиметра 32 с половиной ну не в этом суть в принципе 32 это мы можем задать радиус 16 или в живые спросите у преподавателей какой размер нашего отверстия я же просто рисую так скажем по масштабу задания чтобы наша крестовина была выполнена полностью ну на этом ребята я считаю что наше задание без размеров выполнено полностью если оно вам понравилось ставьте лайк чтобы другие ребята изучающие предмет инженерной графики могли ознакомиться тоже с вот таким интересным заданием всем пока пока до следующего раза субтитры